Районы республики продолжают подводить итоги за полугодие, каким оно стало для Урмарского района и почему село Шаркистры, где прошло совещание, местные называют пожарным, в сюжете Ольги Пырочкиной. Одна минута от звонка до выезда бригады, 20 минут до самого отдаленного населенного пункта в зоне обслуживания пожарных. Так работает пожарное депо в селе Шаркистры. Его местные жители построили сами. Кирпичи, например, принесли из заброшенной фермы. Строили все вместе с народом, способом не имея. Кто чем мог, они помогли. Традиционно у нас шаркистринцы сильны тем, что у нас многие идут после завершения школы поступать в пожарные училища. В деревне у нас выходцев из села Шаркистры около 60 человек. Говорят, что у нас в селе Шаркистры пожарное село. В том, что эта традиция продолжится, сомнений ни у кого не возникло. Эта профессия мне очень нравилась, потому что спасать людей, тушить пожары и хорошо помогать людям. Что касается происхождения официального названия села, местные называют несколько версий. Одна из них гласит, что Шуркистре в переводе белая лошадь. Якобы через эти края шел торговец и вез на лошади товар, но та утонула, попав в болото. Другую, более вероятную, нам называет кревет Иван Криков. Он написал про родные края пять книг. Шаркистры – это населенный пункт. Шор – марийский, если перевод. Шор – лес означает. Лесная деревня. Вокруг нашего села полностью село окружает, лес окружает. В отличие от пожарного депо, клуб в Шаркистрах появился благодаря программе устойчивого развития сельских территорий. Деньги выделили из федерального и республиканского бюджетов. Строительство закончилось в прошлом году. Чтобы дело шло быстрее, Галина с подругами решили сделать символ будущего клуба – березу из бисера. Это мы березу делали четвером. Целые три месяца. И это делали из бисера. Много проволоки ушло туда, медной проволоки. Провода это чистили, все это резали и собирали бисер. Лище сделали. Совещание по развитию Урмарского района решили провести в новом клубе. Показатели разные. Из положительного. По официальным данным, средняя зарплата в районе выросла до 21 тысячи. Увеличился бюджет и на 5% собственные доходы района. Аграрии произвели больше продукции. Если мерить в деньгах, то разница по сравнению с таким же периодом прошлого года – плюс 56 миллионов рублей. На начало года в районе имеется, к сожалению, по статье УФА, 6474 гектарные обрамы земли. В этом плане у нас уже работа ведется. 651 гектар мы уже не верим в оборот. Из того, в чем район пока не дотянул. Жители пожаловались, к примеру, на отсутствие в районной больнице врача-дерматолога. Ставку на этого специалиста введут в ближайшее время, пообещала главврач. Еще одна проблема – плохие дороги и полуразрушенный мост через Овраг. В этом году на дорожное хозяйство мы выделяем 9 миллиардов 500 миллионов рублей. Огромные деньги. Привиденты, конечно, оставили чуть-чуть больше города. Почему? Потому что в следующем году в городе Чебусаве, наше столице, отмечает свои 250 лет. В следующем году в сельское место чуть-чуть больше денег будем давать. Включая этот мост, который сегодня является облавой имени, так скажем. Пообщаться с главой региона и озвучить свои личные проблемы жители смогли и в неформальной обстановке. Директор Большаянниковской средней школы поблагодарил Михаила Игнатьева за помощь в ликвидации последствий урагана, который 30 мая снес кровлю с учебного заведения. Из резервного фонда кабинеты министров выделили почти 6 миллионов рублей. И 1 сентября в школе начнутся занятия. Продолжение следует...